Вы помните, что дыхание – это главный ритм жизни. Все процессы в жизни привязаны к дыханию. Это означает то, как человек дышит, определяет, что будет происходить в его сознании. С одной стороны, с другой стороны, то, что происходит в его сознании, определяет то, как он дышит. А поскольку карма, все санскара, привязаны к дыханию, это в свою очередь означает, что тот, как человек дышит, будет определять, какие события будут или не будут происходить в его жизни. Если мы регулируем дыхание, значит, мы регулируем свою жизнь. А дышим мы 24 часа в сутки непрерывно, собственно, пока дышим, живем. Жизнь – это, как я всегда говорю, между первым вдохом и последним выдохом. Вся жизнь. Сюда вытекает очень-очень важный момент. Это означает, что если человек контролирует свое дыхание, означает, что он контролирует свою жизнь. Если человек не контролирует свое дыхание, он своей жизнью не управляет. Он ее не контролирует. Это означает, что все события и процессы в ее жизни будут проистекать так, как это заложено в его карме. А поскольку карма негативная, папа кармы, или как она называется, викарма, 75% ее преобладает, в общем объеме всей кармы, даже больше, чем 75%, понятно, какая карма будет развертываться. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни происходили более позитивные события, или же события разворачивались в более позитивном для нас сценарии, более позитивному итогу двигались, потому что события обладают тремя опциями. Это шубха, папа и мишра. Шубха это позитивный, папа это негативный, а мишра смешанный, значит. Это означает, что практически любое событие, на стадии совершения этого события, контролируя дыхание, мы можем влиять на итог этого события. То есть мы можем не только генерировать более позитивные события посредством правильного дыхания, но мы можем и менять результат тех событий, которые разворачиваются в соответствии с той кармой, которая у нас и есть. Вот в этом и есть самый сокровенный смысл свара йоги, ее концепция, главная концепция. Регулируя дыхание, мы регулируем свою жизнь. А поскольку мы дышим часто, очень часто, где-то до 20 раз в минуту, даже больше, большинство, каждый вдох и каждый выдох запускает определенный процесс, определенный механизм. Это не означает, что каждую секунду за этим нужно наблюдать, но это означает, что если мы будем контролировать свое дыхание на протяжении большего отрезка времени, что чем больше мы и дольше мы будем свое дыхание контролировать, тем больше позитивных событий будет происходить в нашей жизни, и тем больше, скажем так, события, которые уже происходят, будут склоняться в сторону позитивного результата. Вот это очень важная вещь. Мы будем заниматься контролем над дыханием, потому что контроль над дыханием означает осознанное дыхание, а там, где присутствует сознание человека, там автоматически все события происходят более позитивно. А существующие события, то есть более позитивные события чаще происходят, а существующие события, они получают тенденцию двигаться в сторону позитивного результата. Это очень важная вещь. Раджа-йога учит человека осознанности, что каждый момент времени человек должен осознавать себя. Все время, может быть, это и не получится, но чем больше процент участия сознания в процессе дыхания будет, тем лучше будет результат. Тем более позитивная карма будет развертываться в жизни человека. Раджа-йога – наука о том, как контролировать и управлять событиями в жизни. Мы подойдем к Раджа-йоге не с той стороны, с которой мы подходили раньше, когда мы изучали Раджа-йогу много лет назад. Мы подойдем к ней с другой стороны, со стороны Пранаяма, со стороны Алая Пранаяма. То есть мы будем контролировать сознание через контролирование дыхания. Контролирование дыхания означает контролирование сознания. Если вы осознаете свое дыхание, в этот момент, скорее всего, ничего плохого не произойдет. И наоборот, плохое может развернуться во что-то хорошее. Как контролировать свое дыхание? Продолжение следует...